Ну, например, возьмем ситуацию с Советским Союзом. Так, на минуточку, пожалуйста, вспомните, кто в этой стране пришел к власти в 1917 году. Выражение большевики ответ неправильный. Большевики были, напоминаю, совершенно официально частью, подчиненной частью международной организации, которая именовала себя Интернационал, конкретно Третий Интернационал. Так вот, далее. Уделили они себя именно как часть этой международной организации. Но существует тонны высказываний самих же большевиков относительно того, что Россия – это временная база, за которую они зацепились, и вообще-то их цель – мировая революция. Что не было? Было. Дальше. Отрекались ли они от этого когда-нибудь? А вы знаете, никогда на самом деле. То есть не было такого момента, когда большевики сказали, нет, мы теперь меняем свою политику на обратную. Ну вот, нет. Более того, менялся ли кадровый состав? Простите меня, у нас до сих пор правят потомки первых революционеров. Те, которые не правят, впрочем, пошли в рибералы, но тоже на очень значимые посты. Так вот, происхождение, вот прямое большинство, скажем так, нашего эстеблишмента от, извините меня, комиссаров, оно, извините, вот просто, ну, посмотрите, кто дедушка. Особенно интересен дедушка Славницы, кстати. Так вот, ну вот, человек-то не случайно так озабочен товарищем Сталином. Ну так вот, какая же тут конспирология, когда все, извините меня, ну вот на поверхности ты и лежи. То есть это заявлено совершенно официально, никогда не отрицалось. Да посмотрите хотя бы на нерб Советского Союза, так на минуточку, что на нем изображено. Земной шар, так на минуточку. Так вот, этот земной шар по международным стандартам изображается на символике международных организаций. Посмотрите, пожалуйста, флакон там и все прочее. Это стандарт для международных организаций. Так вот, в данном случае люди просто сами про себя все сказали, что мы являемся частью международной организации, ей подчиняемся. А то, что эта международная организация в какой-то момент решила сделать свое существование не особо публичным или переформатироваться, так это, извините, вещь совершенно обычная, сколько такого было в мире. Была-была организация, меняет, извините меня, бренд, вывеску там, заявляет о смене формы деятельности. Какая тут конспирология, когда же все буквально. Просто нужно все понимать именно буквально. То есть не надо мыслить именно конспирологически. Нужно понимать все в лоб. Вот что сказано, то и сказано. Так вот, в этом отношении, ну, нет никаких оснований считать, что, скажем так, Россия не управляла международной организацией. Извините меня, все, что мы знаем про Советский Союз, указы, в том числе и то, что сами же руководители Советского Союза утверждали, оно говорит именно об этом. Да, типа, мы управляемся совершенно замечательной такой вот международной организацией. Наши цели выходят за пределы национальных, очень далеко. Ну, вот, более того, там эта страна всего лишь временная база для нашей атаки. Ну, вот, сейчас они по большому счету эту базу сжали, но люди-то те же. Цели у них, возможно, тоже очень сильно изменились. Ну, вот, ну, только извините меня, фирмы, повторяю, меняют формы деятельности, но при этом сама фирма остается, так, кстати говоря, просто из бизнеса правила. Вы наверняка знаете, что фирма IBM в свое время начинала с изготовления рифмометров. Ну, вот, перестала ли она быть фирмой IBM, когда она стала делать мейнфрейм? Да нет, это та же самая фирма IBM. Ну, вот, а известный производитель жёлковых платочков и махровых халатов за 100 тысяч рублей, Hermes, начинал как производитель лошадиной упряжи. А сейчас в этом деле дамочки ходят и наслаждаются. И ничего, та же самая фирма. Так вот, фирма остается. Это просто такое правило, тут никакой кастрологии нет. Так вот, далее. Существовали международные силы, которые в свое время приложили руку к Октябрьскому перевороту. Да блин, тут опять-таки говорить не о чем. Достаточно вспомнить, например, когда и кто признал временное правительство. Причем признал при таких условиях, при которых, ну, никогда и никто такие вещи не делает. То есть, вот твой союзник, у него происходит, в общем-то, чудовищный переворот. Ну, вот. Тут же буквально Англия и Франция подписывают признание этого временного правительства. Это кастрология или это факты? Это факты. Так вот, тут кастрологии как раз скорее было бы считать, что они здесь ни при чем. Вот это была бы кастрология, невероятно крутая. Ну, вот дальше достаточно посмотреть на судьбу, допустим, Белого движения, которое было вот откровенно кинутое, извините меня, более того, подавленное, по сути дела, с участием именно тех же самых англичан и французов. Дальше достаточно посмотреть на поведение тех же англичан во времена Второй мировой войны или после. Напомните, пожалуйста, какая страна, самая такая страшная антикоммунистическая, например, выдала Сталину практически всех находящихся на ее территории иммигрантов из России, в том числе казаков, которых потом уничтожили. Да, да, Британия. Так вот. Ну и какая тут кастрология, тут факты. Извините меня, например, уничтожение казаков, оно аж в английский кинематограф вошло. В одном из фильмов о Бонде действует в качестве врага Бонда такой вот выживший казак, который там вот ненавидит англичан именно за это. Так вот, какая тут кастрология, когда уже ну везде все это сказано. Так что нет, никакой тут кастрологии нет, это просто факты.